здравствуйте тема моего доклада это специфика популяризации научного знания в интернет среде на данный момент мы не можем уже представить себе науку без ее популяризации и кроме того я бы сказала что на данном этапе наука скорее всего выступает как развлечение и выполняет эту функцию потому что сейчас это становится модным это здоровая мода на науку особенно у молодежи что не может радовать кроме того люди как ходят в кино так теперь ходят и на научно-популярные лекции потому что они доступны для широкого круга и ориентированы на широкую аудиторию и немаловажным сейчас является интернет как средство оповещения широкой аудитории о предстоящем мероприятии практически все функции пиара сейчас отображены в интернете я хотела рассмотреть пример пиар сопровождения какого-либо известного научно-популярного мероприятия или события на форуме ученые против мифов я его очень люблю но поскольку я очень часто его использую я решила выбрать физтехчиталку это проект московского физико-технического института лекции читают аспиранты студенты данного института также преподаватели и они зачастую являются бесплатными оповещение как раз дублируется в социальных сетях вконтакте на сайте вуза и на сайтах посвященных науке которые собирают все анонсы с определенного города например с москвы и публикуют их в одном месте чтобы удобнее было сориентироваться так ну это образцы площадки которые используются чаще всего для подобных мероприятий я разобрала кочергу это анти кафе она является достаточно популярным у них есть несколько комнат и самая большая отведена под лекции там очень часто собирается сообщество по рациональному мышлению также туда приглашают или ну скажем тех же муфти студентов и как бы плюсом является то что сама по себе лекция она бесплатная оплата идет по тарифам анти кафе то есть 2 рубля в минуту и это очень удобно как для анти кафе который который представляет себя как заведение для тех кто хочет быть образованным кто хочет просвещаться так и для тех кто ищет себе площадку для того чтобы прочитать лекцию и это очень удобно для начинающих ученых то есть как раз для студентов для магистрантов как практика это тоже очень хороший вариант есть ресурсы которые облегчают популяризацию науки информирования то есть с помощью например сайта timepad можно собрать данные о своей аудитории можно узнать сколько человек зарегистрировался на мероприятие сколько человек уже купила билет на мероприятие также там есть возможность посмотреть данные о том какие у этого человека возрастные по моему характеристики и он позволяет собрать еще материал то есть там например электронной почты для дальнейшей связи для рассылок кстати рассылки на почту он тоже предоставляет это примеры сайтов которые ориентированы на научное просвещение аудитории и вот разрастание научно-популярных сайтов она является закономерным и интернет пространство для этого очень удобно потому что она дает новые возможности в сфере популяризации науки такие как глобальное распространение информации мультимедийность высокая маневренность высокая высокая селективность вот и возможность выделить определенную целевую аудиторию чтобы донести именно до нее нужную информацию кроме того можно говорить о том что тенденция распространение интернет журналистики также вполне закономерно и интернет способствует этому это вот пример научно-популярные афиши которая в контакте как раз собирает анонсы по определенному городу таких афиш по москве ну когда я работал с этими анонсами было два или три подобных паблика которые в принципе не такое уж и маленькое количество подписчиков у них но когда проводили опрос среди участников группы всего 200 человек приняли участие и опрос показал что 58 58 процентов ни разу не ходили на опубликованные мероприятия также я проводил социологическое исследование среди студентов нашего вуза и она показала о том что информацию о предстоящих конференциях они получают не из интернета а от преподавателей или там от знакомых по моему 2 популярности но это мне кажется можно объяснить тем что у нас вот продвижение в плане интернета и информирования но не так уж и распространено интернет доступный для каждого оказывает намного большее влияние на людей чем это принято думать вот в 2009 году допускалась на телеканале культура выпуск программы где говорилось о том что теория дарвина абсолютно не научно и тому подобное это не встречала никакого отклика абсолютно а с 2015 года уже началась активная реакция на это и официально ученые они могут очень серьезный репутационный удар по каналу который выпускает такие программы в эфир или по людям которые позволяют себе высказываться подобным образом стартовала в 2008 2013 году массовое распространение широкополосного интернета и стала доступна научно-популярное видео она имела вирусный эффект и сюда можно отнести видео лекция т.д. интервью александра маркова в школе злословия или гордон кихот передача где он с лингвистами любителями дискуссировал на данные темы и на данный момент можно выделить ряд известных научно-популярных ресурсов таких как группа в контакте ученые против лженауки science x живом журнале фонд династия антропогенез ru портал и например блоги александра панчина которые пользуются очень большой популярностью и также следует отметить лукоморье как один из первых как один из первых ресурсов который объединил лженаучные и научные тенденции и он был очень популярен среди студентов и среди школьников из-за того что там был определенный сленг ну студентам и школьникам нравится и его можно наверное отнести к первому по настоящему массовому научно-популярному ресурсу но для школьников для школьников двадцатых годов вот таким образом интернет позволяет перейти на совершенно новый качественный уровень в плане популяризации научного знания мне очень нравится сайт new to new вот и так сейчас нет ни элемента вот ученые против уже науки и я с удовольствием подписана на этот паблик и на новости ученые против уже науки новости я туда формировала писала вот так что наверное вот эти два мне кажется это идет как бы в одной связке потому что популяризация науки как бы она подразумевает наверное искоренение лженауки потому что популярная наука она как бы для всех то есть неподготовленный слушатель я например неподготовленный слушатель но я с удовольствием слушала доклады которые здесь были представлены я конечно не все понимала но это было очень интересно и познавательно вот таким образом мне кажется это все вот в одном нет я разобрала просто пример физтех а например если рассматривать те же самые ученые против мифов там серьезно ученые они студенты представлены так что мне кажется не очень большая потому что в основном ученые не занимаются профанацией своей деятельности но я не знаю по какой причине так что а не да может быть я оговорилась я оговорилась могу да да нет это из интернета это print screen я очень хотела найти именно ту передачу но я не смогла поэтому вот что то вот такой вот это просто визуализация это из интернета print screen да это принскрин научного сообщества некоторые очень не стесняется некоторые стесняются так что не занимаются научного сообщества научного о